Приемное отделение городской больницы скорой помощи можно назвать горячей точкой. Разные пациенты, разные болезни, разные степени тяжести. Здесь медики работают как слаженный механизм, ведь именно от первой помощи часто зависит жизнь пациента. Около 90 больных в сутки. Цифра для больницы скорой медицинской помощи привычная. С открытием нового трехэтажного здания помогать людям, команде врачей стало гораздо проще. Ведь если ранее приходилось принимать пациентов на площадях 86 квадратных метров, сегодня пространство стало больше в 4 раза. Появились места, где можно пациента посмотреть. Раньше у нас было практически одно помещение, в котором приходилось совмещать и смотровую, и процедурную. То есть помещение было очень маленькое, пациентов в день поступало очень много. Создавались очереди из-за того, что пациента просто банально не было где посмотреть. У нас теперь есть две смотровые комнаты, один процедурный кабинет, инфекционный бокс, реанимационный зал, санпропускник. Также имеется отдельный подъезд, удобный для машин скорой помощи. Второй этаж располагает самым современным диагностическим оборудованием. В шаговой доступности сразу два аппарата, которые позволяют заглянуть внутрь человека. Благодаря магнитно-резонансному и компьютерному томографам, одного из лучших мировых производителей, врачи видят все до мелочей. Технические характеристики компьютерного сканера позволяют снизить лучевую нагрузку на 30%. Высокие технологии требуют и высокого профессионализма медиков. Это в больнице есть. На МРТ смотрятся мягкие ткани. Те же кости смотрятся как на КТ, так и на МРТ. Но на КТ смотрится костная структура, на МРТ смотрится костный мозг. То есть оцениваются какие-то воспалительные процессы, опухолевой процесс и так далее. Большой плюс для нас в том, что у нас установлены новые томографы 2018 года выпуска. Соответственно, на них установлено новое программное обеспечение, которое позволяет максимально расширить возможности как КТ, так и МРТ диагностики для более уверенного принятия решений. А еще на втором этаже есть лаборатория срочных анализов. Благодаря новому оборудованию, внедренным современным технологиям, в день здесь проводятся до 500 исследований. С появлением новой аппаратуры анализы делаются максимально быстро. К примеру, утренние будут готовы уже к обеду. Мы делаем холестерин, делаем общий холестерин, делаем холестерин низкой плотности, высокой плотности, определяем фактор атерогенности, делаем гормонные щитовидные железы. На третьем этаже административное помещение. Вообще больница преобразилась не только внутренне, но и внешне. Весь комплекс ремонт на строительных работ сопровожался изменением схемы проезда к больнице. Прием пациентов с Ленина прекращен, кареты скорой помощи заезжают через Коммунистическую и Белово. Уже можно с уверенностью констатировать тот факт, что подарок получился отличный, как и для работников больницы, так и для пациентов всего города, так и для здравоохранения в целом. То есть это и площади, и новое здание, и оборудование, в том числе КТ, МРТ.